очагов т.в. представляет здравствуйте здрасьте есть какой-то противоречивое мнение по азустали противоречивая кому украинскому а какое украинское ну в плане не менее тому как новостям ничего не понял ты можешь ты русский язык родной для тебя можешь выразить свою мысль так чтобы я понял могу могу до этого как бы не особо адекватно поэтому ты потерял мысль я понял бывает попытайся еще раз давай ну вот по поводу азов стали то что украина спасает жизни вот это так что что еще раз ну короче вот с азов стали люди выходят они как выходят освобождают ты ты имеешь ввиду кого какие люди мирные кто какие люди азов стали там же полный уже выходили сейчас а полк полк азов нет насколько я знаю там людей взяли в плен взяли в плен из полка азов ну как минимум часть их и еще это было пару дней назад насколько я помню их вывезли где-то на территорию днр вот их раз их расположили в каком-то там следственном изоляторе общем тюремного содержания зданиях точно так же как ваши пленные в украине находятся в следственных изоляторах ну в чем вопрос то я не понял ну я вообще хотел по на самом деле с адекватным человеком по мнению я я так и я так и не не вкурил в чем вопрос 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 ваша позиция вот в данной ситуации вообще вот какая вот что вы увидите что будет дальше там не знаю что будет дальше где с кем когда я не понимаю о чем речь давайте так вот россия украина что что будет по окончанию кто выиграет но естественно украина украина уже по большому счету выиграла только дело времени конечно ты из какого города из москвы просто у нас то и разные новости да не но как слушай смотри если ты разумный человек то ты а просто не будешь слушать ваши новости российские я думаю что ты с этим согласен соловьёв киселёв скобеева пропагандистов повел к слову и кашка да 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 я имею ввиду не новости российские а российские центральные каналы это все пропагандистские понятного ложка знаешь кого надо слушать из российских тебе сейчас скажу смотри экономистов историков вот нет 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 а по ситуации в на войне кого ты слушаешь кого есть военный критик я но я сейчас не вспомнил фамилию но он чисто но он тоже отчасти конечно пророссийский это кто это по не подаляка случайно типа не калашников что тут на схоже с калашниковым фамилия я не вспомню сейчас честно мало дает интервью но правильно есть есть же люди эксперты военные эксперты есть люди которые будут в организациях которые занимаются только подожди только расследованием и исследованием и информированием вооруженных там военных конфликтов по всему миру на 6 intelligence или intelligence team называется если ты знаешь левиев его фамилия защиткой майкл наки у не на вот это вот не надо вот это вот так вот смотри давай объясню объясню сейчас вот сейчас вот так упали в моих глазах почему почему вот что такое майкл наки я не знаю что он сказал неправду давай обсудим то что он говорит я я понятия не имею кто он такой я когда слушаю подожди ты можешь меня не перебивать он приглашает руслан левиев это человек который работает в intelligence team там военная он тот ему говорит он майкл накида в случае как интервью его как журналист он сам ничего не говорит говорит военный эксперт понимаешь объяснить так вот так вот он он российский этот военный эксперт он россиянин это понятно он при он приглашает знаю кто это такой во первых этот сам майкл наки имеет свое мнение которое обосновано я сейчас не не говорю про его мнение я говорю про мнение военных экспертов мне а есть а есть билинг и знаешь такая команда билинг и да 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 слышу так вот билинг и и вот это вот intelligence team я забыл первое слово ну там 2 и 3 intelligence team значит они они говорят правду и горькую зачастую для украинцев они горят да украина вынуждена там то и там то например отступить до или там перейти к обороне ли там у них не получилось там есть потерю они это говорят реально понимаешь они не скрывают это поэтому слушай это они это российские это российские военные эксперты это понятно вот поэтому мне и вот общая такая ситуация да это ведет противостояние в любом случае будут потери и с одной стороны и с другой конечно безусловно это глупо вот это вот отрицать потому кто-то русский умер кто-то украинец в это бред да никто этого не отрицает подожди с кем ты разговариваешь или что ты смотришь я не понимаю целом андрей фурсов слышали такого нет ну вот загуглите а зачем а зачем нет но вот это человек историк ученый у него много еще у него данные о сегодняшних днях о сегодняшних боях что творится на фронтах откуда у него знания того что он ученый историк они у него вдруг появляются нет я скажу чтобы понимать что сейчас происходит недостаточно знать историю там россии и украли для того чтобы понимать что происходит на вод на фронтах для этого не надо вообще из то это надо иметь информацию что там происходит так фронт это отдельная часть сейчас по либо полигона битвы так сказать вот это битва вся, вот эта вся, состоит из многих фронтов. И когда ты знаешь, что происходит на каждом фронте, у тебя складывается общая картина всех боев. Причем здесь история. История вообще ни при чем здесь. История? К тому, что происходит сегодня на фронтах, история имеет значение к твоему пониманию, что сегодня происходит на фронтах. Прямое значение. Какое? Объясни, пожалуйста. Я, наверное, что-то не понимаю. Давай. А знаете, почему мы не понимаем? Нет, почему я не понимаю, меня не интересует. Меня не интересует, что именно я не понимаю. Объясни, чтобы я понял. Просто у вас безупречный English. Вы в Украине живете? Нет. А где? В Калифорнии. Ну вот. Вам там правду говорят, да? У вас там Байден? Ты сейчас меня слышал? Нет, кого я слушаю? Военных экспертов. Нет, я слышал. И что? И что ты сейчас мелишь тогда? Нет, вот это... Просто я уже, вот честно скажу, разочаровался после вот этой фразы. Слушай, меня мало интересует, разочаровался ты или нет, ты же это понимаешь. Мы сейчас с тобой... Я с тобой пытаюсь предметно говорить. Хорошо. Ну так ты же не отвечаешь ни на один мой вопрос. Политику США вы вообще знаете? Мировую политику США. Всю жизнь живете в США, нет? Я тебя спросил, каким образом знание истории помогает понять, что вот сегодня происходит на фронте. Объясни мне это, а потом пойдем дальше. Ты какой-то... Я же не просто сказал знание истории, да? А чего? Я могу сказать... Вот я скажу, вот то, что сейчас происходит на Украине, в этом виноваты США. Все понятно? О, теперь понятно, слава богу. А я-то думал, что сегодня на фронте происходит? Кто выигрывает, кто проигрывает? А ответ оказывается простой. Виноваты США. И Байден на салуаз в подъездах. До этого это делал Трамп, а до этого Обама. Всю жизнь живете в США, вот скажите? Ну, 25-й год я живу в США. Вы за Трампа были? Нет, нет, я был против Трампа. Против Трампа? А за кого вы были? Нет, я просто был против Трампа. Я был против... Я сам республиканец, понимаешь? Трамп тоже республиканец, но в данном случае я был против Трампа. Это первый раз... Это первый президент республиканский, против которого я голосовал. А Байден как вам? Ну, слушай, любой... Нет ни одного президента, чтобы я сказал, что он классный. Ни одного. Ну, на моем веку, ты знаешь. Ну, Байден прикольный, честно. Ну, слушай, то, что он... Он помогает Украине. Он вовремя красиво подписал на 9 мая Ленд-Лиз. Красиво затроллил, блин, вашего Пукина. Вот. Он делает много правильных вещей, но у меня к нему много претензий тоже есть. А вот кто виноват в итоге в цене на бензин в США? Путин? Кто виноват? Слушай, у тебя вопросы, как у этого самого... Знаешь, есть спецобучение в третьем классе. Для умственно отсталых детей. Вот они примерно такие вопросы могут задавать. Ну, а раз такой простой вопрос, сложно на него ответить? Слушай, знаешь, один дурак задаст вопрос, на который тысяча мудрецов ответить не смогут. То, что происходит в Америке сейчас. А что происходит в Америке? Ты знаешь, что происходит в Америке? У вас там... Ты знаешь, что... Ты, живя в своем Мухосранске, знаешь, что происходит в Америке. И тебя это так сильно волнует, блин. Нет, нет, меня не волнует. Меня волнует больше понимание того, что вы не понимаете, что происходит. А, тебя волнует твое понимание того, что я не понимаю, что происходит в Америке. А ты из Мухосранска своего это понимаешь. Но тебя волнует непонимание того, что я это... А, понимание того, что я не понимаю. Ведь Москвы, попрошу, из гордой Москвы. Так я же сказал Мухосранск. Ты что думаешь, Москва это не Мухосранск, что ли? А через лет пять повторите это? Сможете повторить это через лет пять? Вот вы уверены... Слушай, я не уверен, что через лет пять там большая часть строений будет не разрушена. Будет целое, это знаешь. Россия? Ну, конечно. А кем разрушена? Ну, ты знаешь, вы же сейчас к мировой войне ведете, к третьей. Потому что вы проиграли Украине, понимаешь? Поэтому у вас единственное, что осталось, это попытка применить ядерное оружие. Насколько она будет полезна, бесполезна, это другой вопрос. Но то, что когда, например, если вы начнете применять ядерное оружие, если вашего Пукина не грохнут раньше, что, скорее всего, случится. Я надеюсь очень на это. То ваши же ракеты будут падать там же, на вашу же Москву, сбитые и так далее. Поэтому, ты знаешь, это может быть чревато просто катаклизмом для вашей страны. Любой здравомыслящий человек адекватный понимает, что ядерная война победителя не будет. Это запретная тема. А кто тебе это сказал? Кто тебе сказал, что этого не будет? На каком основании ты делаешь такой вывод? Что не будет ядерной войны? Нет, что не будет победителей. В ядерной войне? Да. Нет, ну там кучка людей осталось. Не-не, как ты себе представляешь ядерную войну? Ну, опиши в двух словах, если у тебя хватает. У тебя, я вижу, с языком проблемы, но попытайся как-нибудь. Я тебе помогу. Помогу тебе сформулировать твою мысль. Давай. Вы не знаете, как ядерные ракеты летают? Нет, не знаю. Как летают советские ржавые ядерные ракеты, у которых плутоний на 40% разложен уже, и взрыва не будет ядерной, а будет только грязная бомба. И которые не взлетят со старта, потому что там электроника ламповая еще, советская, блин. Как ты думаешь? Расскажи, пожалуйста, как они так будут взлетать страшно, блин? Знаете, как они так будут взлетать? Как примерно? Даже когда они не взлетают, НАТО боится России. Оно боится как в говно, боится наступить человек, понимаешь? Вот так оно боится, конечно. Запачкаешься и вонять будет, понимаешь? Вот так оно боится. НАТО боится. Боится как наступить в говно. Тут я с тобой абсолютно согласен. А как же НАТО может вступить в говно? Наступить, наступить. Через океан она перешагнет и наступят грязно-ржавые ракеты русские. Кто? Америка. Слушай, ракеты Америки, современные. Современные ракеты Америки, а также наших союзников в Европе. В том числе ядерные ракеты. Накроют вашу территорию, что у вас никто ойкнуть не успеет. Ну, я слышал, я слышал. Кинжал это такая же ракета, как и все остальные, только... А, такая же, только в мультиках. Точно такая же, но только нарисована. Такая же, как все остальные, но только нарисована. У вас какая-то старая информация... Слушай, как и мощь вашей армии тоже. Старая информация про мультики. Вы даже своего президента, который мы лишены уже со старческой маразмом... Я против президента, я ж тебе сказал. Я ж тебе это уже сказал. Можешь... Ты меня этим никак... Ты его оскорбляя, вернее, обзывая, ты меня никак не задеваешь. Мне пофигу. Я согласен, но сказал-то он все правильно про ракету. А что он сказал? Я же говорю, она точно такая же, как и все остальные, просто ее невозможно сбить. Кто это сказал? Байден. Про какую ракету? Возможно сбить, он сказал. Ее почти невозможно остановить. Это про какую ракету он сказал? Про кинжал. А у вас, ты знаешь, у вас есть прям кинжал с ядерными этими самыми, да? С ядерной начинкой. Знаешь, сколько ракет мы выпустили на территорию Украины? Кинжал? Сколько Америка за Ирак, Иран, США... Да, вы советские ракеты, поэтому вы криворукие. Они попадают куда угодно, только не туда, куда вы целитесь. Понимаешь? Ваши ракеты старые, советские, которые вы пускаете. Вы выпустили там что-то 2000, в районе 2000 ракет. И, блин, большая часть из них попала вообще никуда. Вы разрушаете просто мирные города, убиваете мирных людей. И ты этим сейчас гордишься реально? Да. Ты гордишься, что вы убиваете мирных украинцев? Вот этими вашими неточными советскими ракетами? А, я не понял, ты на стороне американцев, которые уничтожили такое государство... Не, подожди, 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 ты соскакиваешь. Ты соскакиваешь, не надо прыгать. Давай с одним вопросом закроем. Я тебе задал вопрос. Значит, ты радуешься тому, что ваши ржавые советские ракеты неточные, попадают в жилые дома, убивают мирных украинцев. Ответ мне на вопрос, потом пойдем дальше. Давай, давай. Так я тебе задал вопрос, давай. Я радуюсь тому, что Россия побеждает в борьбе с нацизмом, который воспитали... А как же она побеждает? Ни одного города до конца не взяла за три месяца. Так она... А, завод взяли. Один завод взяли за три месяца. Браво, блин. Вторая армия мира. Три месяца они наконец-то взяли один завод. И то. И то не до конца. Смотри, чувак. Смотри, когда вы... Подожди, подожди, смотри. Когда вы его возьмете, когда вы его возьмете, да, этот завод, тогда туда спустятся ваши корреспонденты, военные там и другие. Эти за суд ваши пропагандисты, конечно. И они оттуда покажут. Вот здесь спрятались злые азовцы. Здесь тет-тет-тет. Вот тогда можно будет говорить о том, что вы взяли этот завод. Вы три месяца завод еще не взяли. Мощь, самая вторая армия в мире, блин. Может, вы первая армия в мире? Только с конца, правда. С конца. За два месяца. А, вы могли бы, но не захотели. Я понял. Вы могли бы, но не захотели. А Киев, если хотели бы, взяли бы за два часа. А так получили по щам, подошли под Киев, получили по щам и убежали. Потому что перехотели, да? Слушай, если бы мы хотели, за два дня... Если бы мы хотели... Если бы захочу, в космос полечу. Что-то есть такой стишок. Знаешь, вот это про тебя, фантазеров. И самое смешное, что у вас вся страна фантазеров. Понимаешь? Страна фантазеров. Это звучит вот прям как название клипа. Страна фантазеров. Понимаешь? Вот ты яркий представитель фантазеров российских. Давай, хорошо, хорошо. Нет, чувак, мне с тобой... Слушай, у тебя тупые вопросы. Опять же, не получается конструктивного диалога. Поэтому я думаю, что нам пора заканчивать с тобой. А, знаешь почему? Потому что Америка твоя сосет. Потому что сейчас будет разговор об Америке, про которую ты слова ничего не сможешь сказать. И поэтому ты ливаешь. Не смогу, конечно. Ой, не смогу, блин. Слушай, заходи ко мне на канал, посмотри миллион роликов. Я таких, как ты, блин... Я таких, как ты, макал в свое дерьмо, блин, по любому вопросу сотнями, понимаешь? Сотнями макал. Заходи. На Америку скажи что-нибудь. Что? Хорошее что-нибудь про Америку. Можешь сказать? А зачем мне тебе что-то говорить хорошее? Ну вот и все. Нет, зачем мне тебе что-то рассказывать хорошее про Америку? Для чего? Для чего мне это надо? Гордиться. Нет, мне для чего надо тебе что-то рассказывать хорошее про Америку? Или плохое? Для чего? Ладно, ты не наскучен. Ой, блин, фантазер. Ты меня называла. Это он, это он, да. Он, это он.